Всем привет! Сегодня хотим поговорить о такой, казалось бы, элементарной вещи, как надевание недоустка на лошадь. К сожалению, многие делают это неправильно. И как я тут с некоторым удивлением узнала недавно, даже очень опытные конники, некоторые, все равно совершают ошибки при надевании недоустка. И тем самым просто создают на ровном месте совершенно ненужные проблемы себе и лошади. А в чем заключается ошибка? В том, что люди пытаются надеть на лошадь недоусток, подходя к ней четко спереди и вот так вот к недоусткам наперевес. Вот как видите, даже умудренный опытом Джуни слегка этого испугался. Почему это происходит? Потому что вот такую вот позу и такой подход четко спереди лошадь воспринимает как угрозу. И какие-то уже очень опытные лошади, доверяющие человеку, они нормально вам дадут надеть недоусток, вот так вот. А более чувствительные лошади или лошади, которые пока еще меньше вам доверяют, они будут от вас пытаться отодвинуться, куда-то уйти. Или даже если это, допустим, ну какой-то доминирующий жеребец, например, да, он это воспримет как сигнал к активной защите. И может, ну в том числе, да, тоже попытаться сделать вам вот так или как-то там вас укусить, ударить и так далее. Как же правильно надеть недоусток на лошадь? Безопаснее всего подходить к лошади со стороны плеча, вот здесь. Это и лошадь воспринимает такое ваше положение более спокойно. И для вас это тоже относительно безопасно, гораздо безопаснее, чем если вы стоите перед лошадью впереди. Дальше встаем лицом в том же направлении, в котором смотрит лошадь и надеваем недоусток вот так вот. Видите, тут лошадь сама засовывает нос в недоусток и совершенно против этого не возражает. Значит, если вы только учите лошадь надевать недоусток, то гораздо правильнее будет не вот так вот через уши его протаскивать, потому что многие лошади очень не любят вот такое вот положение ушей, когда вы им создаете. Вот поэтому лошадь ставила нос в недоусток, берем дальнее ухо, вот так вот загибаем его вперед под недоусток, и потом точно так же переднее ухо аккуратненько. И застегиваем. Это для лошади, особенно для лошади, которая пока еще не очень приучена к разным манипуляциям на голове. Действие такое более приятное. Если лошадь у вас совсем не дает трогать уши, то, конечно, приучать трогать уши нужно отдельно, а недоусток пока надевать вот с помощью вот этой вот пряжки на затылочном ремне. Что мы делаем? Растегиваем вот эту пряжку, карабин оставляем. Тоже подходим к лошади. Да, вот она пряжка. Так вот она застегивается. То есть изначально тогда покупайте такой недоусток, у которого здесь пряжка, которая достаточно легко расстегивается и застегивается. Вот. Дальше берем дальнюю сторону затылочного ремня. Просто прямо вот здесь вот ее берем в руку. Дальше просим лошадь засунуть нос в носовой ремень. И вот где-то здесь, подальше от ушей, застегиваем недоусток. И таким образом лошадь не чувствует никакой угрозы своим ушам трогать уши. Потом приучаем ее постепенно, отдельно от надевания недоустка. Если вы боитесь, что лошадь от вас убежит в процессе. Ну, во-первых, да, когда вы стоите вот здесь вот рядом с лошадью, вам ее проще будет придержать даже вот так руками. Да, если вы стоите перед лошадью и лошадь решила убежать, все, вы ее не догоните никак. Но если руками не получается, можно для начала, вот лошадь к вам подошла, вы ее угостили вкусняшкой. И дальше можно просто вот так вот надеть чембур ей на шею и его придерживать. Очень многие лошади, если им положить чембур на шею, они считают, что все, уже они поймались и никуда не убегают. И дальше уже, опять же, придерживая чембур, предлагаем лошади вставить нос в недоусток. Если у вас есть желание и время, можно лошадь прямо научить вставлять нос, засовывать нос в недоусток. Вот, делай это вот так, то есть берем какую-то вкусняшку и даем ее лошади через недоусток. Так, очень, очень скоро лошадь понимает, что чтобы получить вкусняшку... Жень, давай, смотри. Нужно засунуть нос в вот такую вот петельку. И тогда, когда вы будете подходить к лошади, давать ей недоусток, лошадь будет сама засовывать туда нос. Вот, также можно лошадь научить опускать голову по команде, чтобы, если лошадь вдруг задрала голову очень высоко, вы могли вот такой командой ее опустить. И такой командой и вставать. Тогда вот так. Возможно, вот такую команду он знает лучше. Вот. Да, молодец. Все, надели недоусток, цепляем чумбур и уводим лошадь. Опять же, когда мы надеваем недоусток спереди, да, вот мы... Если лошадь вот в этот момент задерет голову, да, нам придется прыгать для того, чтобы его на лошадь надеть. Вот, тогда как сбоку, у нас все-таки, ну, больше возможностей попросить лошадь голову опустить. И то же самое, если вы надеваете на лошадь недоусток в дельнике. Вот, не стоит заходить в дельник и сразу вот так. Вот. Смотрите, как лошадь уже от меня отвернулась. Если вы так будете делать все время, то, в конце концов, вы получите лошадь, которая будет встречать вас задом. Потому что ей вот это неприятно. Я понимаю, что как бы стремно, что как только вы встанете от лошади сбоку, она из дельника выбежит. Вот. Но, тем не менее, да, вот такая вот поза, она, ну, как минимум для лошади угрожающая. Для жеребцов это вообще может быть приглашение к игре. Кто выше встанет и копытом по голове тюкнет. Вот. Поэтому, тем не менее, да, подходим все равно к лошади сбоку, чтобы лошадь не убежала. Да, у вас есть вот такой вот вариант ее остановить руками. Но, опять же, если лошадь очень хочет из дельника убежать, лучше на пути у нее не стоять вот так. Да, потому что так вас размажут по проходу. Позовите кого-то более опытного, чтобы вывезти лошадь из дельника. Вот. А так в остальном процесс тот же самый. Подходим, заходим в дельник, встаем у плеча лошади, головой туда же, куда смотрит лошадь, и просим ее оторваться от соли и засунуть нос в недоуздок. Как-то так. Опять же, если боитесь, что лошадь будет от вас по дельнику убегать, накиньте ей на шею чомбур и придерживайте. Вот так вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok